Почти все население против Лукашенко. Почти все. И в этих условиях его нахождение у власти является краткосрочным. И, ну, очевидно, что ближайшие, как минимум, ну, если мы скажем о больших сроках, то, наверное, месяц этот режим падет. Мы единственное, что увидели со стороны Токаева поздравления, китайского президента, ну и кое-как, кое-как поздравление выдавил из себя Владимир Путин, который очень плохо относится к Лукашенко. Но сейчас ситуация такова, что Путин вынужден, вынужден признать итоги выборов. Для него пусть будет такой плохой Лукашенко, чем точно эта страна развернется в сторону Европу. Да, да, тысячу раз я уже повторял, что Аблязов это агент Путина, что Аблизоиды это все представители русского мира, которые сами не понимают, кем являются. Но вот позавчера или вчера вышло интервью на РБК самой Тихановской, где она прямо по тексту говорит, что Путин это великий вождь, великий политик, мудрый человек. И теперь вот Аблязов и Тихановска соревнуются друг с другом, кто его больше любит. А вдруг в какой-то момент там оппозиция скажет, а мы вот не вернем и старые кредиты, те, которые были выданы не только там на закупку бронежилетов, условно говоря. Вот что делать вот в Москве в такой ситуации? Вот как вы считаете? Слушайте, ну мудрая Москва никогда так не думает. Они понимают, что в наше время все можно решить путем диалога. Понимаете, что господин Путин, он же мудрый политик, он мудрый руководитель. И он понимает, что у нас происходит в Беларуси. И тяжело, конечно, об этом говорить нам большинству, что такой человек взял и просто наплевал на... Не пишите, это наплевал. Не учел мнение большинства белорусов. Не пишите, это наплевал. Не пишите, это наплевал. Не пишите, это наплевал. Светлана, вы несколько раз про это говорили. А почему вы считаете, что Владимир Путин мудрый политик? И что он видит, что происходит в Беларуси? Почему вы не думаете, что он тоже может быть в каком-то заблуждении находиться? Насчет того, что у вас там большинство или что вы, значит, хотите, чтобы там база НАТО стояла и так далее и тому подобное? Почему я так говорю? Потому что я бы могла сказать что-то другое. Но я уже усвоила некие азы дипломатии. Мне пришлось это сделать, поэтому я говорю именно так. Хорошо. Спасибо вам большое. Господин Путин. Он же мудрый политик. Он мудрый руководитель. Мы поддерживаем президента Республики Беларусь Светлану Тихановскую. Алга! Беларусь! Живе! Беларусь!